Web3 Online Сегодня мы поговорим о временах жизни, итераторах и аннотации времени жизни. Это будет такое комбо, в котором мы будем использовать все вместе. Для начала создадим коллекцию. Использовать мы будем макрос в век. 4 элемента коллекции. 1, 2, 3, 4. И было бы классно перебирать нашу коллекцию. Для этого мы можем написать свою реализацию итератора. Первым делом создаем структуру, называем MyIterator. Внутри будет поле Slice, которое будет содержать ссылку на массив. Сделаем наш итератор обобщенным. Но сейчас мы получим ошибку о том, что MissingLifetimeSpecifier, неуказанные аннотации времени жизни. Мы должны подсказать компилятору время жизни ссылки, которая будет записана в поле Slice. Это будет время жизни и самого экземпляра типа MyIterator. Давайте создадим. Да, вернемся. Скажу, что после того, как мы указали аннотацию времени жизни, это подсказало компилятору и указало на то, что экземпляры типа MyIterator, вот давайте создадим экземпляр типа MyIterator, будет жить столько же, сколько и ссылка на массив, которая была передана в момент создания объекта. Мы получим сейчас массив, впереди ставим амперсант. Это будет ссылка на массив. И таким образом, время жизни, время использования итератора не должно быть больше, чем ссылка, которая была сюда передана. Было бы также очень удобно перебирать, передавать в цикл for наш итератор. Но мы получим ошибку о том, что мы не реализовали трейд-итератор. Это мы делаем с помощью ключевого слова импул, итератор, for. И для кого мы реализовываем? Мы реализовываем трейд-итератор для нашей структуры. Но сейчас ошибки говорят о том, что неизвестно, откуда взялись а и т. И в данном случае мы должны указать, что время жизни а и т. Дальше. После этого мы имеем возможность имплементировать такое поле, как type и метод next. Итак, поле item будет содержать в себе ссылку на экземпляр типа тем. Но нам опять же нужно указать время жизни. И теперь мы видим, что никаких ошибок нет. И в принципе мы можем использовать наш объект iter для того, чтобы перебивать его в цикле for. Давайте сохраним файл и попробуем запустить cargo.run. Мы получаем ошибку о том, что мы не реализовали метод next. To do. Итак, что же мы делаем? Первым делом мы получим элемент, первый элемент с коллекции, который мы хотим вернуть на первом шаге. То есть в цикле for каждый раз будет вызываться метод next до тех пор, пока метод next не вернет enum option в состоянии none. То есть как будто бы все, уже закончились элементы, которые мы перебирали. Мы прошлись от первого до последнего. Каждый раз, в момент вызова метода next, что мы делаем? Мы получаем первый элемент, который сейчас находится в коллекции. Откуда мы его берем? Мы берем его isself.slice. Вызываем метод get и передаем индекс 0. Что дальше? Дальше, после того, как мы получили первый элемент, мы можем перезаписать значение, которое находится в поле slice. Для этого мы говорим slice. Точнее, обращаемся к полю self. Обращаемся к этому параметру self. Полю slice. И получаем элементы, получаем массив с первого индекса по последний. Это был массив. А нам нужна ссылка на массив, поэтому мы впереди ставим ampersand. И в самом конце мы возвращаем элемент. Таким образом, каждый раз мы достаем первый элемент, перезаписываем в состояние нашей структуры новое значение, новый массив, новую ссылку на массив без первого элемента. И возвращаем тот первый элемент, который мы нашли в самом начале. И в конечном счете, на какой-то из итераций, в нашем случае на четвертой итерации, закончатся элементы. И в следующий раз, когда будет вызвана функция next, в self.slice будет уже пусто. Не будут никаких находиться значений. И функция next должна будет вернуть значение none. Итак, давайте запустим. Наше приложение. Cargo.run. И вот здесь на 18 строке, когда мы будем бежать в цикле по итератору, якобы мы должны пробежаться по всем значениям. Но мы опять получили ошибку о том, что мы вышли за границей массива. Где это произошло? Это произошло в функции next. Когда мы на пятый раз зашли в функцию, элементов уже не было. И в принципе, значение element было none. Но мы все равно на десятой строке пошли и попытались получить массив с первого индекса по последний. Соответственно, значений там не было. И мы можем исправить эту ситуацию, написав if self.slice. И с empty просто возвращаем none. Супер. И давайте сделаем полезную проверку о том, что assertEqual мы хотим здесь сравнить. Те значения, по которым мы пробегаемся, с теми значениями, которые на самом деле были в векторе. Для этого мы должны получить и индекс, и значения. Пока у нас есть только элемент итератора. Элемент, который нам возвращает итератор. Но мы можем использовать enumerate. И в конечном счете мы получим в item tuples. Давайте разложим это в такие две перемены, как индекс и элемент. И теперь мы можем элемент попытаться сравнить с коллекшеном по индексу. Сейчас ошибка заключается в том, что мы сравниваем два разных типа. Мы сравниваем ссылку element, как мы видим. Это ссылка на i32. И коллекшен. Это непосредственно тип i32. Что мы можем здесь делать? Мы можем поставить впереди элемент звездочку. Таким образом будет вызван оператор DRF. Подсказка на видео о трейте DRF появилась вверху. Давайте запустим наше приложение. Звездочку мы поставили здесь для того, чтобы добраться по значению, на которое указывала ссылка element. Запускаем cargo run. И все прошло успешно. Мы обсудили времена жизни, итератор и аннотации времени жизни. С вами был Никита. До новых встреч. Веб-3 онлайн.